Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко, и сегодня хочу показать вам еще одну интересную короткую партию, которая была сыграна в дебюте Берда. Это первый ход белых F4, и в общем-то эта партия любопытна тем, что по сути ничего не предвещало беды, и черные, по сути, сделав один плохой ход, проиграли партию, причем проиграли ее моментально. Итак, что же здесь было? Дебют Берда это первый ход F4, именно так белые и сыграли, дебют, безусловно, не самый сильный, но тоже, конечно же, вполне возможный. Ну что ж, здесь у черных есть большой выбор, то есть по-разному тут играют, D5 это, по сути, самый популярный ход, но также есть много других ходов, там такие ходы, как конь F6, допустим, D6, E6, C6, C5, то есть у черных довольно большой выбор. Ход F5, который они сделали, в принципе, тоже возможный, такой вот симметричный ответ, ну, конечно же, сказать, что ход F5 прям самый сильный, это, наверное, будет не совсем правильно. Тем не менее, F5 это нормальное решение, далее было D4, D5, ну и получилась такая необычная структура с закрытым центром, вот, что-то похожее на каменную стену в голландской защите. Далее было конь F3, C5, E3, E6, слон D3, слон D3 наверняка белые сыграли специально, то есть они, по сути, заманили черных на ход C4, то есть черные играют C4 и выигрывают темп. Ход, в принципе, далеко не обязательный, можно было бы обойтись без этого хода, сыграть просто там типа конь F6 сразу, ну, C4, в принципе, тоже нормальное решение, то есть по дебюту не будем особо останавливаться. Здесь и белые, и черные в целом играли довольно неплохо. Итак, C4, слон D2, конь F6, рокировка, ну и вот тут довольно странный ход от черных, который я не совсем понял, это ход слон D7. То есть, в принципе, слон D7 где-то в вариантах может ход черным и пригодиться, но, конечно же, более логичным было решение вывести другого слона, то есть сыграть слон D6 или слон E7 и затем уйти в короткую рокировку, ну а потом уже думать, что делать со слоном и с конем, с B8. Но слон D7, конечно же, еще не ошибка, ход вполне нормальный. Далее последовало B3, ну и вот тут черные уже допускают неточность, которой, к слову, белые не воспользовались. После B3 надо было на самом деле поменяться, то есть просто сыграть CB, ну и на взятие AB, сделать ход конь C6, ну и опять же таки план у черных довольно простой, это слон, допустим, D6, либо слон E7. И так и так можно, короткая рокировка, ну а дальше уже надо думать, то есть ближайшие два хода, скорее всего, у черных будут именно такие. Вот, последовал же вместо хода, соответственно, CB, ход B5, ход идейный, и вот тут, как показано стрелочкой, А4 был очень сильный ход у белых, который они не сделали, но после хода А4 у белых получался перевес. Итак, почему же у белых после А4 перевес? Дело в том, что здесь черным очень сложно удерживать свои пешки, то есть удерживать свой ферзевый фланг. В этой позиции напрашивается ход А6, но проблема хода А6 в том, что после АБ ладья связывает пешку А6 по вертикали, поэтому нельзя бить АБ, приходится играть слон B5, ну и далее вариант продолжается, на самом деле вариант, возможно, и не самый простой, но тем не менее он практически полностью форсированный, причем как за белых, так и за черных. Ну что ж, БЦ, С4 здесь сильнее, чем ДЦ сыграет черным, но тогда белые меняются и играют ферзь Е2, нападает на пешку, вроде бы ферзь Е7 черный обязана сыграть, ну и здесь после точного хода ладья А4 все-таки пешка на С4 падает, вот, то есть черные не могут ее спасти, если сыграть С3, то там можно будет ладить С4 и все равно пойти белым, и все-таки эта пешка теряется рано или поздно. Да, белые потратили много темпов на выигрыш пешки, но тем не менее они такие лишнюю пешку получают, и, конечно же, у белых будет перевес, причем если мы посмотрим с одного компата, она даже плюс 2, чуть больше, чем плюс 2, потому что у белых и перевес материальный сейчас будет, и кроме того еще фигуры стоят на более комфортных позициях, можно так сказать. Вот, но тем не менее после хода Б5 черные, в общем-то, допускали ход А4, но белые его не сделали, сыграли просто БЦ. БЦ, безусловно, ход нормальный сам по себе, вот, но после хода БЦ уже у белых перевеса особо нет. Итак, БЦ, БЦ, конь Е5, ну и вот тут, как показано, надо было сыграть просто слон Е7, причем ход самый логичный и тот ход, про который я говорил ранее, то есть слон Е7 или слон Д6, там примерно одни и те же варианты будут, ну и суть в том, что после этого хода получается поле Ф8 для короля, то есть всегда король туда может уйти, и в случае шаха слон Е5 можно сыграть черную просто Ж6, никакие жертвы на Ж6 уже не работают, поскольку король бегает на поле Ф8, но и у черных просто лишняя фигура, у белых нет за нее компенсации здесь никакой. Вот поэтому та же идея, что в партии она уже не работает. Вот, а последовал ход конь Е6, ход конь Е6 на самом деле очень логичный, поскольку черные тоже завершают развитие, но все равно важнее, опять же таки, развитие, если мы выбираем какого фланга, королевского либо ферзио, развитие обычно королевского фланга, по той причине, что при развитии королевского фланга мы готовим короткую рокировку, то есть все-таки обычно уходит король именно в короткую сторону в рокировку, особенно когда мы играем черными, вот, соответственно, нужно было сыграть все-таки слон Е7, готовая короткую рокировку, ну а конь С6 уже можно сыграть в будущем, и у черных там вполне нормальная позиция. Конь c6 в этой позиции это уже грубый зевок, по сути решающая ошибка И после хода слон h5 белые уже побеждают Итак, слон h5, далее последовало g6 Ну и несложная тактика, которую найти в принципе, как по мне, довольно легко Это тактика стандартная, ход конь g6 В чем идея этого хода? Дело в том, что если побить коня будет мат, мы сейчас это с вами увидим Но покажу вначале, что нужно было сделать черным Если они хотели не получить мат сразу, нужно было уйти слоном куда-нибудь с поля f8 Ну допустим, слон b4 сыграть, ну тогда после коня g8 у белых Просто лишняя ладья, плюс черный король остался без жокировки То есть позиция у черных все равно абсолютно здесь пройканная Но последовал ход hg, ну а после хода hg уже у белых форсированный мат в 3 хода То есть далее слон g6, король g7 играть надо Другого хода, к сожалению, у черных нет Ну и после слона 3, конь b4, слон b4 белый ставит такой вот быстрый мат Так что еще раз хочу напомнить уже в очередной раз Что когда играете в дебюте, то не забывайте про три главные принципа дебюта Это захват центра, вывод легких фигур и безопасность короля То есть рокировка Особенно, опять же таки, за черных Поскольку все-таки черные изначально ходят вторыми И, соответственно, бывает, что черными сложнее доразвиться Особенно против сильного соперника И, естественно, что еще раз хочу добавить Давайте покажу ключевой момент То есть в любом случае развивайте вначале королевский фланг Почти всегда это работает Вот, допустим, здесь, да, вот тот же ход слон e7 Либо слон d6 Так, слон не ходит, да Вот так, слон d6 Можно было сыграть Затем просто короткая рокировка Но потом уже все, как говорится, по ситуации То есть, допустим, слон e7 или слон d6 На b3 мы можем, конечно же, поменяться Затем уйти в рокировку Ну и, конечно же, у черных вполне нормальная позиция Да, у белых, наверное, есть небольшой перевес по дебюту Но понятно, что перевес совсем минимальный Вот, ну и даже в самом конце Когда вот черные сыграли конь c6 Сейчас покажу этот момент То есть, конь c6 ход тоже очень логичный Но, к сожалению, для черных он форсированно проигрывает То есть, всегда вот, когда белые делают такие Сходы, как конь e5 Такие вот активные ходы с захватом пространства Вот, нужно обязательно обращать внимание На возможные угрозы соперника И, соответственно, проверять их И пытаться нейтрализовать Ну что, надеюсь, что эта партия вам тоже понравилась Партия довольно древняя Видно, что партии уже больше 150 лет 1845 год Но, тем не менее, партия все равно, как бы, не заслуживает внимания Всем тогда спасибо за просмотр И до новых встреч